МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Память о защитниках Отечества. 3 декабря день неизвестного солдата. Равные права и равные возможности. В Сарове проходит декада инвалидов. Спортивная зима. Лыжники школы Олимпийского резерва «Атом» присоединились ко всероссийской акции. Далее расскажем обо всем подробно. Действие ипотечной программы под 7% на квартирах в новостройках в России завершится 31 декабря. Чтобы воспользоваться льготой, осталось совсем немного времени. Программа работает и в Сарове, и пока еще дает возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. Смысла в продлении льготной ипотеки нет, заявили в Минфине, и решили отменить ипотечную программу под 7% на квартиры в новостройках уже 31 декабря. Напомним, программу запустили в 2020 году как поддержку первичного рынка жилья в условиях ковидных ограничений. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но власти ее неоднократно продлевали. В Сарове в рамках этой льготы пока еще есть возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. До конца декабря будет действовать специальное предложение от компании «Саровинвест» на приобретение квартир и тонхаусов по льготной ставке. Данная ставка распространяется на весь срок кредитования. Ежемесячный платеж благодаря этой ставке будет от 21 тысячи рублей. Всего в России за время действия программы льготной ипотеки под 7% выдано более 700 тысяч кредитов на сумму свыше 2 триллионов рублей. Программа работает лишь до Нового года. Если ипотечные ставки на новостройки сравняются со ставками на вторичное жилье, то значительно вырастет ежемесячный платеж. Так что откладывать с покупкой жилья больше не стоит. Основными банками-партнерами у нас являются Банк ВТБ и Сбербанк. При сумме кредита до 6 миллионов рублей вам потребуется для оформления самого кредита только два документа. Можно сказать точно, что при росте ставок значительно будет и увеличиваться сумма ежемесячного платежа. Подробно по льготной ипотеке вас проконсультируют в офисе продаж компании «Саровинвест». Торговый центр «Атом», пятый этаж, телефон 59917. 3 декабря в России отмечают памятную дату – День неизвестного солдата. В память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Это день благодарности всем, кто отдал свою жизнь за родину, иначе могилы не могут прийти родственники и потомки. Будний школьный день в 10-й школе стал для ребят немного необычным. После основных занятий средние классы собрались на следующий урок, на котором офицеры Саровской дивизии Росгвардии рассказали о памятной дате – Дне неизвестного солдата. На уроках мужества школьники узнали об истории этой даты, а также о современных событиях. День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память по всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов. Этот день очень важен, потому что мы гордимся и помним тех, кто защищал нашу родину, чем они сделали наш мир чистым. Они нам очень сильно помогали, они боролись за нас и не предавали родину. Этот день очень важен для нас всех. В другом классе у ребят прошел урок памяти, который провели советник-директор по воспитанию Юлия Никольская, активисты школы и члены юнормейского отряда. Школьники разделились на команды и в игровой форме узнавали факты о Великой Отечественной войне. Ученики седьмого класса разгадывали ребусы, кроссворды, отвечали на вопросы. Наша задача заключалась в том, чтобы, если вдруг кто-то не так углубленно знает, чтобы они получили новые знания о данном дне, и те, кто знает историю прям очень хорошо, они вспомнили, какой труд принесли наши военные в те времена, ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой, и мы жили спокойно и счастливо. Я узнала новое то, что много женщин были на войне и участвовали в военных операциях. Они много сделали для нас, чтобы... Они отдали свою жизнь для того, чтобы у нас было светлое небо над головой, чтобы мир был лучше. После мероприятий активисты и юнормейцы 10-й школы пошли пешком до Вечного огня. Там они возложили цветы неизвестному солдату в рамках акции «Огни памяти». Также некоторые ребята поучаствовали в акции от российского движения школьников и написали историю неизвестного солдата. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 12 тысяч рублей стоимость среднего новогоднего стола на четверых человек в этом году. Это на 14% больше, чем в прошлом. Ценную эксперты рассчитали на салат оливье, сельдь под шубой, красную икру, красную рыбу, сыр, колбасу, сливочное масло, конфеты, торт, мандарины, напитки, тарталетки и овощи. По сравнению с прошлым годом, больше всего подорожали рыба и мясо. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Какие дороги в городе должны чистить в первую очередь, напомнили в дорожно-эксплуатационном предприятии. Речь идет об очистке проезжей части. У тротуаров своя очередность. К первой категории относятся проспекты Ленина, Миро-Музруково, Октябрьский, улицы, по которым движется общественный транспорт, а также участки дороги в Орламовской для дороги на КПП-3, от 3-го КПП до перекрестка у поселка Цыгановка, дорога от Серебряных Ключей до территории Аргенского водозабора. Затем техника приступает к уборке дорог 2-й и 3-й очереди. Напомним, в ДЭП работает горячая линия, куда можно сообщить о неубранных участках. Телефон 9-92-18. Первая партия благотворительных календарей от волонтеров городского приюта для животных вышла из печати. В ближайшие дни календарь поступит в продажу. Все вырученные деньги пойдут на содержание и лечение собак и кошек, которые находятся под опекой организации «Зато верный друг». Всего на попечении волонтеров более 150 животных. Подробнее о том, как приобрести календарь, можно узнать в группе «Приемник для животных. Зато верный друг» ВКонтакте. Тренер по плаванию спортивной школы «Икар» Эдуард Вешкин подтвердил профессиональный статус. Министр спорта Нижегородской области присвоил ему высшую квалификационную категорию. Эдуард Петрович работает со спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата. Его воспитанники – постоянные участники областных соревнований. В ноябре ребята вернулись с чемпионата Нижегородской области по спорту для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата с дипломами 1-й и 2-й степеней. Международный день инвалидов отмечают в мире 3 декабря. Этот праздник призван привлечь внимание к проблемам и потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья. В мире более 1 миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности. Это 15% населения мира. Более 100 миллионов инвалидов – дети. Ежегодно во всем мире 3 декабря отмечают Международный день инвалидов. Он был провозглашен в Генеральной ассамблее ООН 14 октября 1992 года. В этот день ассамблея призывает страны проводить мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в жизни общества. В Сарове подобные мероприятия для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья проходят круглый год. Раскрыть свой потенциал им помогает клуб «Лотос». 17 лет назад на базе молодежного центра начал свою работу клуб «Общение «Лотос» для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Здесь каждый находит поддержку, понимание новых друзей и новые возможности. Вообще спектр нашей деятельности, он очень широк и очень обширен. Мы стараемся задействовать наших участников просто везде и всюду. Организовываем экскурсии, поездки. Вот буквально только недавно мы приехали из города Арзамас, где проходил инклюзивный бал «Маскарад». Наши ребята с огромным удовольствием стали его участниками. Этим летом проект клуба «Инклюзивная кухня про вкус» стал победителем областного грантового конкурса молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста». Теперь для молодых людей регулярно проводят кулинарные мастер-классы по приготовлению простых блюд, которые они смогут повторить дома самостоятельно. Проект направлен именно на обучение навыкам социализации и общения и в то же время навыкам самостоятельного обращения в быту в плане приготовления каких-то блюд. Даже не каких-то, а блюд исключительно правильного питания. То есть здесь мы ратуем и за здоровый образ жизни, и за социализацию молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Творчество – значимая часть развития личности, раскрытие ее потенциала, а также социализации молодежи с УВЗ. Найти свой талант, свою сильную сторону участникам помогает клуб «Лотос», рассказала Екатерина Неконорова. Недавно клуб решил создать межрегиональный фестиваль инклюзивного творчества. Идея воплотилась в проект, который отправили на конкурс фонд президентских грантов. Благодаря этому проекту участники клуба «Лотос», а также другая молодежь с ограниченными возможностями здоровья и не только, в том числе и их здоровые сверстники. Они обучатся актерскому мастерству, танцевальному мастерству, вокальному мастерству, продвижению ивент и станут участниками большого фестиваля. Провести фестиваль в нашем городе планируют в июне. Результаты грантового конкурса станут известны в январе. Желаем клубу «Лотос» победы! Зимний праздник 1 декабря спортсмены школы Олимпийского резерва «Атом» присоединились к всероссийской акции «Спортивная зима», посвященной открытию зимнего спортивного сезона. Ура! Зима! Первый день зимы в Сарове выдался по-настоящему морозным и сказочным. Этот день самые юные лыжники отметили соревнования. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» присоединились ко всероссийской акции «Спортивная зима», посвященной открытию зимнего спортивного сезона 2022-2023 годов. Мне нравятся лыжи, и от лыжи мы становимся сильнее. Я умею уже кататься на коньком. Мы ездим по большому кругу. Они очень сложные. Хочу научиться быстро ездить на лыжах. «Это очень необычный спорт. Я сама захотела на него. Очень мне понравилось. Я решила дальше продолжать. Мы катаемся по восьморочке, по двойке. Иногда, надеюсь, скоро на тройку пустят». «Я пришел первый раз на лыжи, и там я мог купаться, там всякое такое. Но со временем все получится всегда у всех». Ребята получили заряд бодрости и позитива. На финише участников массового лыжного забега также ждал маленький сюрприз. Им вручили открытки с автографами олимпийских чемпионов. Зимний сезон на лыжной базе планируют открыть 18 декабря. По праздникам и соревнованиям сезон обещает быть насыщенным. «Планов всегда очень много. Сезон, как обычно, насыщенный. Очень большое количество соревнований, спортивных мероприятий. В январе это чемпионаты первенства Нижегородской области по лыжным гонкам. Кроме этого, наши традиционные мероприятия – это День снега. В феврале также и Лыжня России, и Мемориал Музрукова. И также будем проводить здесь первенство области». Все трассы лыжной базы готовы и ждут горожан, которые любят проводить свой досуг с пользой для здоровья. Здесь есть и оборудованная зона для катания на летянках и сноутюбингах. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». До 3 декабря там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Донник – 300-500 вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, что это не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочного липового меда за тысячу двести рублей. Три килограмма гречишного обойдутся в полторы тысячи, а три килограмма липового стоят всего тысячу восемьсот рублей. Не пропустите, «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 29 ноября по 3 декабря с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»